глядите как я охеренно перехожу улицу наш широчайный сансов бульвар спокойненько себе перешел в общем что я тут хотел сказать еще вообще поговорить на эту тему мне замечательный комментарий написал человек моему видео о катуй кстати о катуй что такое я тоже узнал исключительно благодаря своему собственному каналу что это чувашский праздник но надо еще это будет уточнять ну так вот мне написали про счастье владения автомобилем что можно примерно смысл такой что можно ездить на каршеринге или там как-то вот так когда надо и не заботиться не о том куда парковать то угон и все такое я на это ответил что самая главная ценность машины это возможность уехать внезапно и в неизвестном направлении и вообще куда угодно далеко и как угодно долго там быть со своей машиной тебя же никто не попросит вернуть меня мама говорю когда эти волки только появились ты не толкай хорошем состоянии машинка на редкость просто сейчас очень мало в таком хорошем состоянии волк если она еще общаться со своим движком до фигит ну так вот и ясно дело что машина она может быть конечно все таки у меня машина высокого класса понимаете вообще не каждый естественно себя такую купит из тех зрителей что меня смотрят в россии потому что если у тебя там извините там ты купил себе развалюху там за 70 тысяч там я не знаю что вот деды дышащий на ладан жигуль ты на нем конечно далеко не уедешь и куда угодно ты не уедешь и ты такую подлинную свободу не почувствуешь я говорю о таких машин машинах европейского корейского японского класса которые ты села которая тебя надежно непоколебимо везет видите газончик зазеленел вот это имею ввиду и что я хочу сказать что совершенно не все люди как я выяснил сейчас уже в этом убедился совершенно не все так видят как я автовладение понимаете владение автомобилем совершенно не все то есть вот я четко определил что для меня высшее с ну для меня самый цимис как там правильно выразить владение машиной именно машины в том что на ней можно в любой момент и далеко уехать понимаете вот что такое зум до ну и как говорится проводите дальше линию к моим понятиям о счастье а мое понятие о счастье таково что счастье это всегда бегство это всегда но не всегда но я думаю что счастье добывается через бегство через изворотливость увиливание от той вот нагрузки которые на себя вешают окружающие вешают даже не по своей вине и не потому что ты виноват потому что так устроена ткань общества по идее человек который счастлив он всегда поступает нечестно относительно обществу там даже я не знаю ну допустим он это читать бюджетные деньги там я не знаю себе присвою до праведных налогоплательщиков это же тоже самое из той же оперы или он присвоил себе свое личное время даже вот это и счастлив то есть если человек присвоил себе свое личное время если человек обнаглел до того что он сию минуту и сейчас осуществляет то что он хочется или потаенные какие-то мечты то он крадет это общество то что общество но человеческий социум он так просто устроен понимаете по сути что все является общим и что ты сам принадлежишь другим людям вот и все поэтому я не говорю то есть а сейчас фактически прямо признаю что счастье это сопряжено с нечестностью относительно общества не то чтобы даже с нечестности с тем что но с бегством и с изворотливостью вот так я думаю так но во всяком случае могу с вам сказать про себя что мне через бегство и изворотливость удавалось быть отменно счастливым и достаточно долгое время и я даже вам обнаглею скажу что мне сейчас продолжает это сказать служить вот это представление это умение понимаете но блин я не знаю я путано выражать мы поставить как можно яснее вот мы пришли в наш дом так сейчас ключики у нас